Приветствую вас на HowFixit, в этом видео покажу как заменить разъем зарядки на iPhone 11 Pro Max. Какие инструменты нам понадобятся для разборки iPhone 11 Pro Max. Набор отверток, пластиковый медиатор, присоска для снятия дисплея, пинцет, пластиковая лопатка, вагоустойчивый стикер для восстановления защиты от влаги и пыли, и силиконовые клейкие ленты для батареи. В описании под видео вы найдете ссылки где купить все эти инструменты и заменяемые части для iPhone 11 Pro Max. Чтобы заменить разъем зарядки в iPhone 11 Pro Max необходимо будет открутить немало винтов, которые имеют разные размеры, но самое сложное нужно будет собрать все обратно и каждый винт нужно закрутить на свое место. Поэтому я рекомендую использовать магнитный коврик и раскладывать каждый винт шаг за шагом в процессе разборки. Перед началом разборки выключите iPhone. Открутите два винта возле порта для зарядки отверткой пенталоп 0,8 мм. Возьмите фен и прогрейте поверхность дисплея 1-2 минуты при температуре 60-70 градусов по Цельсию. Зафиксируйте присоску на нижней части дисплея и тяните за кольцо вверх до появления зазора между дисплеем и корпусом. Продавливайте медиатор внутрь и разъединяйте дисплей от корпуса. Субтитры подогнал «Симон»! В верхней части дисплея сильно не притавливайте медиатор внутри корпуса, чтобы не повредить элементы модуля Face ID. Раскрывается корпус как книга. Дисплей в правую сторону. Открутите два винта на маленькой панельке и шесть винтов на большой панели. Сначала отключайте шлейф батареи и после отключайте три шлейфа дисплея. Открутите четыре винта и снимите железную панель. Под железной панелью находится второй шлейф батареи. Сначала отключите его и после отключите шлейф вибромотора. Открутите два винта крестовой отверткой и один винт отверткой стендов 1,5 мм. Теперь вибромотор можно извлечь из корпуса. Открутите три винта на железной панели, далее снимите эту панельку и отключите шлейф от основной платы айфона. Снимать батарею не нужно, это я делал для других видео инструкций. Переходим к снятию нижнего динамика. Открутите два винта крестовой отверткой и один винт отверткой стендов 1,5 мм. В айфон 11 про макс нижний динамик приклеен к корпусу. И если вы хотите сохранить заводскую клейкую ленту, прогреваете поверхность динамика и отклеиваете его от корпуса. Отключиваем винт и снимаем железную панель. Она также приклеена, поэтому снова используем фен. Откручиваем все оставшиеся винты на нижнем шлейфе. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь переходим к снятию шлейфа с разъемом зарядки. Этот шлейф приклеен к корпусу, поэтому будем прогревать его феном и параллельно отклеивать от корпуса айфона. Продолжение следует... Продолжение следует... А все, шлейф снят. И если вы все сделали аккуратно, на корпусе останутся, как в моем случае, заводские клейки и ленты, к которым можно будет обратно приклеить шлейф и динамик. В описании под видео вы найдете ссылку, где купить новый шлейф с разъемом зарядки для iPhone 11 Pro Max. В процессе обратной сборки будьте внимательны с винтиками, которые вкручиваете. Все остальное повторяйте по видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Все, iPhone 11 Pro Max собран и теперь можно подключить дисплей и проверить как работает смартфон перед окончательной сборкой с проклейкой корпуса Для проверки айфона достаточно подключить три шлейфа дисплея и шлейф батареи, но только в таком порядке сначала подключайте шлейф дисплея Проверьте как работает iPhone и если все функции в норме, можно переходить к окончательной сборке смартфона с проклейкой корпуса и восстановлением защиты от влаги и пыли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Удалить из корпуса iPhone старую силиконовую клейкую ленту Используя изопропиловый спирт и ватную палочку можете протереть корпус от остатков старой клейкой ленты Это делать не обязательно, но точно лишним не будет Перед тем как приклеить новую клейкую ленту, убедитесь, что клеите правильной стороной на корпус Эта силиконовая лента по своим свойствам аналогична той, что была установлена на заводе при сборке айфона Она восстанавливает устойчивость от влаги и пыли Но это не значит, что ваш айфон на 100% будет защищен от воды И в описании под видео вы найдете ссылку, где купить такой стикер Придавите сверху стикер, так он лучше приклеится к корпусу Переходим к подключению дисплея Сначала подключите три шлейфа дисплея, после этого шлейф батареи И только в такой последовательности Устанавливаем панельки и прикручиваем винты Субтитры делал DimaTorzok Переворачиваем дисплей и прижимаем к корпусу Прикрутите два винта возле разъема для зарядки и айфон можно включать Вот и все, я надеюсь это видео было полезным для вас И я помог восстановить ваш айфон 11 Pro Max До скорого на HowFixit!